С режиссерами короткометражного фильма «Балалайка-2.0» Владимиром Бучинским и Русланом Махмуд Ахоновым мы познакомились на творческой встрече в фестивальном доме 14-го международного кинофестиваля «От всей души». Их картина единственная из ульяновских вошла в конкурсную программу. К сожалению, приза фильм не получил, но его заметили. Сам фильм был снят в 2022 году. Проект «Балалайка-2.0» тогда поведел в конкурсе документального кино «Россия. Взгляд в будущее». Проведенного фондом поддержки регионального кинематографа. Почему выбрали эту тему? Ну, наверное, отталкивались от того, что у нас в Ульяновске единственный в мире музей «Балалайки». Это очень громко звучит. Мы немножечко были знакомы с Даниилом Воронковым. И он нам показался замечательным героем. Поэтому определились. Сюжет, как и любого документального фильма, основан на реальных событиях. В «Балалайке-2.0» молодой музыкант Даниил Воронков, который виртуозно играет на чисто русском народном инструменте «Балалайки», приезжает из столицы Вульяновска, где в 2013 году открылся первый в России музей «Балалайки» и заработала мануфактура «Балалайкер». Город превратился в центр возрождения «Балалайки», и Даниил, который выступает на различных фестивалях, принимает в этом активное участие. Кроме слова «Балалайка» в названии фильма есть еще и цифры «2.0». Об их смысле и значении рассказал Руслан Махмуд Ахунов. И здесь двойной смысл. Во-первых, у нас главный герой делает уникальную вещь. Он совмещает цифровую музыку с традиционной «Балалайкой». И тут тоже цифры в этом смысле. С другой стороны, «2.0» – это некое второе рождение «Балалайки» для нашей культуры. «Балалайка 2.0» – не единственный совместный проект Владимира Бучинского и Руслана Махмуд Ахунова. Ранее они выпустили в прокат игровой фильм «Киномеханика». В прошлом году он был представлен на кинофестивале, и его режиссеры взяли приз в номинации за развитие регионального кинематографа. Ирина Антонова, Олег Тоньшин, Уллправда ТВ.